Добрый день. Сегодня мы поговорим о проблемах людей с ограниченными возможностями, о том, как себя можно найти и применить какие-то навыки и достичь результата в жизни. И у нас в гостях Ирина Дежурова, мастер спорта по легкой атлетике, преподаватель Сибирского государственного университета физической культуры. Добрый день. Добрый день. Сергей Ещенко, мастер спорта по элоспорту и заместитель директора Центра паралимпийской подготовки. Добрый день. И Владимир Андрющенко, заслуженный мастер спорта, серебряный призер паралимпийских игр в Пекине. Добрый день. Добрый день. И первый вопрос к вам, Ирина. Почему именно спорт так важен в развитии каких-то способностей и возможностей людей с ограниченными возможностями? Ну, мое личное мнение, что спорт помогает каждому человеку, у которого есть какая-либо травма, либо заболевание, пройти своего рода срочную адаптацию и восстановиться, успешно восстановиться и начать полную жизнедеятельность. Приступить к обучению, приступить к различному роду деятельности, которая более близка, где себя человек видит и может реализовать. И спорт, именно как физическое воспитание, очень положительно сказывается не только, я бы сказала, на людей с ограниченными возможностями, но и на детей с инвалидностью, инвалидов с детства. Здесь мы скорее говорим о физическом воспитании. В дальнейшем мы говорим, что эти дети приходят для занятий в адаптивные школы и в дальнейшем привлекаются к занятиям массовым спортом. И следующая ступень – это уже высшее спортивное мастерство, то есть определенные достижения и выявление тех талантов, которые присущи определенным людям, у которых есть действительно способности к отдельным видам спорта. То есть спорт для людей с ограниченными возможностями является не только физкультурой, но и необходимостью, так как приобретаются нужные навыки в жизни? Да, конечно, если мы говорим о физическом воспитании и о детях, то это прежде всего через занятия систематическими физическими упражнениями любой ребенок получает определенный двигательный навык, который в дальнейшем ему помогает в жизнедеятельности, закрепляется у него. И затем, как я уже сказала выше, мы приводим ребенка в определенные секции по видам спорта, где ребенок может продолжать занятия спортом. Например, в отделении плавания, легкой атлетики – это уже на усмотрение как самих родителей, так и желания ребенка. Наш город Томск известен своими спортивными достижениями, но не менее значимые достижения в паралимпийском движении. Сергей, если можно, скажите, какие достижения у МИЧа есть? Надо начать с того, что Омск – это один из основателей вот именно вот этого движения спортивного среди людей с ограниченными возможностями. Это началось еще в далеких 80-х годах. Инициатива была от медиков, конечно, от профессора медицины Юрия Николаевича Савченко с отделением нейрореабилитации. По примеру, немецких коллег провели первое соревнование в 80-м году для людей, сидящих в колясках, с набором видов спорта, доступных вот именно этим людям. И в дальнейшем, пропагандируя, так сказать, вот это направление, мы из числа, ну, энтузиасты, скажем так, из числа вот таких людей, мы организовали, открыли клуб, общественная организация, физкультурно-спортивный клуб, на базе которого, вот привлекая людей, на базе которого развивали определенные виды спорта, такие как легкая атлетика, волейбол сидячий, плавание. И уже с 92-го года наши атлеты, по-другому их назвать нельзя, они принимали участие в Паралимпийских играх. В 92-м году в Барселоне пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата и зрения участвовали в Паралимпийских играх впервые. Ну и с тех пор на каждых Паралимпийских играх мы имеем своих представителей. И с 2000-го года, начиная, даже с 96-го года, на Паралимпийских играх завоевываются медали различных достоинств. Сегодня у нас наши ребята имеют все паралимпийские награды, которые возможны. Золотые, серебряные, бронзовые, в количестве, даже трудно сказать, каком так сразу, но, я думаю, уже больше десятка завоеванных наград нашими спортсменами на самых крупнейших соревнованиях в Паралимпийских играх. Это такие спортсмены, как Наталья Гудкова, обладатель всех наград паралимпийских, Евгений Гудков, метатель копья, Владимир Андрющенко, толкатель ядра и метатель диска, пловцы наши паралимпийские чемпионы Дмитрий Полин и Алексей Фоменков, Наталья Елена Чистилина в беге, неоднократно завоевывала медали. Алексей Иванов. Алексей Иванов в беге на колясках, серебряная медаль в Сиднее 2000 году. То есть очень богатые традиции, очень большие достижения. Те условия, которые нужны, они на сегодняшний день созданы в недостаточном количестве, в недостаточном объеме. То есть в этом направлении нужно работать и работать. То есть частично решены вопросы по возможности организации государственных учреждений по развитию, по занятиям физической культуры и спорта для таких людей. То есть открыта адаптивная школа, открыт центр паралимпийской подготовки. Существуют общественные организации, которые занимаются с такими людьми. Но вот объединить это все и объединить под какой-то одной крышей, дав возможность доступности для занятий, это сегодня основная проблема, которая стоит перед руководством области. То есть вот тех существующих спортивных залов и дворцов спорта, они не приспособлены для занятий спортом инвалидов? То есть нужен какой-то отдельный, да? Да, материально-техническое обеспечение и вообще все сооружения спортивные, они, как правило, оборудованы для людей здоровых. Какого-либо специального переоборудования или переквалификации под необходимости и нужды людей с ограниченными возможностями их не было. Потому что это старые здания в основном. И мы можем сказать, что их переоборудовать очень сложно. Их можно по минимуму приспособить для нужд этих людей. И я считаю, что достаточно небольших вложений, чтобы было удобно заниматься этим людям. Если же говорить о новых зданиях и сооружениях, которые вводятся в эксплуатацию, то эти здания и сооружения, они уже везде строятся с учетом того, что действительно приняты различные программы, которые сразу же предполагают, что в строительстве и в проекте должно быть заложено данное обеспечение. Скажем так, что я бы сказала, что те здания и сооружения, они не соответствуют полностью, не соответствуют тем техническим регламентам, которые сегодня есть по федеральным законам, не соответствуют доступности к зданиям и сооружениям. У нас есть основной регламент номер 384 от 2009 года. Мы в основном опираемся на него в каких-то своих данных, требованиях. И хотели бы, чтобы его учитывали и реализовывали, чтобы действительно наши дети и люди, которые планируют, хотят заниматься спортом, имели бы возможность прямого и свободного доступа. То есть люди приходят, например, на тренировку, человеку нужно попасть в здание. В здание человек попасть не может. Дальше следуем. Самостоятельно? Да, самостоятельно, без помощи сопровождающего. Двигаемся дальше. Ему нужно пройти в раздевалку, переодеться, еще что-то выполнить. Везде это стесненные какие-то узкие рамки, где человек, если он сидит в коляске, то он не может развернуться, повернуться, спокойно переодеться. Он не может попасть в туалет, он не может спокойно открыть дверь, потому что не всегда дверные проемы соответствуют тем параметрам, которые могут пройти люди с инвалидностью. Не все спортивные тренажеры и спортивный инвентарь предназначены для занятий спортом. Во многих случаях мы вынуждены переделывать, либо дополнять, технически оснащать, потому что вот этот данный инвентарь, он специфический, так как люди особые, то и для занятий спортом нужны своеобразные особенности. То есть есть дети, есть талантливые дети, но иногда из-за этих условий, которых стесненных, невозможно раскрыть весь потенциал. Это определенная такая вот заминка, яма, из которой очень сложно выбраться и вытянуть ребенка на уровень определенного мастерства, получения определенного мастерства. Невозможности выполнять определенную работу в полном объеме не дает возможности двигаться дальше. Вы упомянули, помимо специальных условий, какой-то специальный инвентарь спортивный, который необходим, да? А здесь кто-то вам помогает по этой линии? Особых программ по поддержке у нас в городе, конечно, нет. Мы приветствуем, когда люди нам помогают, идут навстречу, я сейчас говорю о благотворительности, о спонсорской помощи. Да, мы можем говорить, что действительно люди участвуют и не остаются безучастными. Помогают. Когда обращаемся, что помогите для детей приобрести какой-либо инвентарь, помогите для спортсменов приобрести спортивную форму, помогите детям, которые талантливы, выехать на соревнования, то люди откликаются, предоставляют. Были куплены, например, винтовки в отделении пулевой стрельбы, были приобретены, вернее, приобретена одна коляска, которую подарили человеку. Вы сказали о той помощи, которую оказывает в какой-то степени бизнес, но это разовая, я так понял, помощь в организации поездок, в покупке какого-то специализированного инвентаря. А что нужно сделать для того, чтобы эта помощь стала шире, больше? Создание специализированного фонда для поддержки развития паралимпийских видов спорта. У нас есть определенные программы, федеральные программы, стратегии по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации. И мы считаем, что если будет фонд, в котором примут участие бизнес, в котором примут участие правительство, муниципальные структуры, то действительно это будет поддержка и развитие будет успешным. Мировая практика показывает то, что очень активно бизнес-структуры включаются в поддержку спорта не только здорового, там, скажем, хоккея, футбола, легкой атлетики, но и спорта людей с ограниченными возможностями. То есть можно на мировых аренах, вот выступает Владимир, не даст мне обмануть наших зрителей в том, что на футболках, на форме, и есть, допускается реклама, реклама вот именно тех представителей, которые поддерживают тот или иной вид спорта, скажем, или то или иное направление. Но опять-таки очень важно не забывать о том, что бюджетных средств действительно не хватает на все. И мы сегодня, поддерживая, скажем, там, паралимпийцев, должны поддерживать еще и вот тех молодых, начинающих, перспективных людей, которые активно включили занятия спорта и хотят чего-то спортом, и хотят чего-то добиться вот именно в спорте. То есть поездки какие-то на соревнованиях, инвентарь действительно, форма какая-то. Это все сегодня пока, ну вот именно на такой точечной, на точечном, на такой помощи и на разовой, да, и на поддержке вот именно правительством там в небольших количествах. Потому как сборные команды, скажем так, наши паралимпийские России, они финансируются уже действительно по определенным программам, по определенным заложенным суммам, а вот начинающий, детский спорт, скажем там, и не только спорт здоровых. На какой-то первой ступени еще. Да, это первая ступень. Здесь очень сложно, а поскольку, как правило, это семьи с ограниченными финансовыми возможностями, где дети инвалиды у них, у этих людей. И поэтому здесь помощь родителей достаточно сложна. Да, поэтому вот мы думаем, что наличие такого общественного, скажем, фонда, да, фонда паралимпийских чемпионов там или фонда поддержки спорта инвалидов могло бы оказать большую службу. Ну понятно, то есть была бы тогда постоянная связь между бизнесом, который может помочь. Какие-то программы там, и мне так кажется, что нужна мотивация. Бизнесу сегодня нужна мотивация для того, чтобы вкладывать деньги, скажем, вот именно в спорт инвалидов. То есть сегодня должен быть интерес. А на сегодняшний день пока, может быть, это будет какой-то триумвират, допустим, там правительство, бизнес-структура и вот именно спортивное наше движение. Вы упомянули о рекламе, да, это мировая практика. И действительно, многие организации, да, помогают спортсменам различным, да, через свою рекламу. Ну вот у нас в студии присутствует как раз Владимир Андрющенко, который достиг, вот все медали-то все ваши. Наши. Да пополам сыры. Да. Ну, расскажите, какая медаль для вас наиболее памятная? Ну, для меня наиболее памятная это, наверное, самая первая чемпионата России, вот где я приехал сюда, в город Омск, из другого региона выступать. Установил рекорд России, попал сразу в сборную России, вот, и в сборную на поездку на паралимпийские игры в Афины. Вот. Их, ну, есть чемпионат мира, медаль в закрытых помещениях, где я установил рекорд мира. Вот. Есть две самые запоминающиеся, это паралимпийские игры в Афинах и паралимпийские игры в Пекине. Вот. Это самое высшее достижение. Если вернуться к нашему обсуждению, на каком-то этапе кто вам больше всего оказывал помощь? Чтобы экипироваться и поехать на соревнования, то есть до того, как я попал в сборную России, абсолютно никто не помогал. Вот. Все это было за свой счет. То есть если мама мне купит спортивные костюмы, кеды, вот, я на этом занимался, тренировался. А когда попал в сборную, то уже там стали выдавать экипировку спортивную одежду, специальную обувь. Я могу дополнить Владимиру, что тоже, когда занималась спортом, бегом на спортивной коляске, это тоже дорогостоящий вид спорта. И тоже помню, когда получила премию, вот, мэра города, помню, брали интервью и спрашивали, что, Ирина, куда вы потратите вот эти деньги? Я ответила, что я их уже потратила. А куда потратили? А я купила переднее гоночное колесо. Надо мной все смеялись, что девчонка купила переднее гоночное колесо. Но если у нас вот обеспечения и поддержки нету никакой, и все приходится покупать самостоятельно за свой счет, конечно, очень сложно вот именно начинать. Поэтому на начальном этапе подготовленности, если вот мы видим человека, который готов протянуть руку помощи, это очень ценно для нас. Это очень ценно для тех детей, которые действительно пришли в спорт, не просто для того, чтобы, знаете, провести время, а для того, чтобы стать вот чемпионом. Достичь результатов. Достичь результатов, чтобы защищать честь страны на международных аренах. Есть еще одна проблема, кроме вот спорта и все, что с этим связано, проблема трудоустройства инвалидов. И вот здесь есть какие-то примеры. Я знаю, есть тоже специальная программа по трудоустройству инвалидов. И есть определенная квота, которая должна быть заполнена. Но тоже не всегда это просто. То есть вот есть какие-то примеры? Ну да, это не просто квота есть. Федеральный закон есть. Действительно, если численность работающих более ста, то организация должна предоставлять рабочие места не менее двух процентов, не более четырех. Но на примере нашего города могу вам сказать, что... вернее, я даже не могу сказать, где вот у нас работают люди с инвалидностью. Возможно, конечно, трудоустройство – это надомная работа такого плана, как, например, какие-то редакционные услуги, то есть печатные работы, работа диспетчером на телефоне. Это рабочее место, чтобы оборудовать для такого человека, требует это достаточно затратно. И тут недостаточно одного стола, скажем, или компьютера. Тут нужен комплекс мер, позволяющий ему чувствовать себя комфортно. Наша сегодняшняя действительность показывает, говорит о том, что проблема доступности, просто не обязательно занятий спортом, просто доступности жизни инвалидов. Ну, даже в офис, вопасти. Она очень сложна. То есть вот даже, опять мы говорим, если взять наши бизнес-структуры, то сегодня объекты соцкульпт-быта, магазины, скажем, какие-то общепит какой-то, какие-то кафе, рестораны, они недоступны для людей в коляске. Не все. Сейчас вот делают, реализуется эта программа. Программа реализовывается. Доступная среда, есть такая программа. Программа доступной среды, да. Вот эта проблема, она передвижение человека в коляске или человека, испытывающего проблемы с передвижением, то есть перемещение, я имею в виду, транспорт, оборудование остановок. Да даже подъезды не все. Подъезды, лифт, не везде есть лифт, не везде есть перила. Просто очень сложно человеку вот так вот... Вы говорите о комплексе, который удовлетворял бы всем требованиям занятий спортом инвалидов, да? Это проект или это уже какое-то решение принято и какие-то шаги сделаны в этом направлении? Надо сказать, что правительством принято решение о создании такого центра. И сейчас решается вопрос вот именно, где его разместить. То есть проекта еще нет, я имею в виду, как архитектурного. Да, я так полагаю, что сейчас только решается вопрос о месте его размещения и дальнейшем проектировании. Здесь важно соблюсти все, как говорится, моменты, предусмотреть все моменты доступности и приспособленности и возможного привлечения действительно людей, проживающих в сельской местности. Как вариант, было бы неплохо, может быть, интернат какой-то иметь для детей, где бы дети могли получать образование, общее образование и как дополнительное образование заниматься спортом. То есть это вот такой, как вариант. То есть все это, в общем-то, необходимо, все это нужно. То есть на сегодняшний день спорт развивается отдельными очагами, я так понял, по отдельным направлениям. То есть есть отдельное фехтование, где-то есть, занимаются, так сказать, место для этого вида спорта. У нас в центре несколько отделений по видам спорта. В центре, как вы говорите, это как юридическая основа. Да, как юридическая основа. То есть на самом деле общего места нет. Да, общего места нет. А нет его именно потому, что у нас нет своих сооружений. Мы вынуждены в аренду пользоваться арендными сооружениями. То есть мы платим арендную плату и пользуемся только в то время доступом в эти учреждения, которые нам предоставляют. Например, с двух до трех, то есть это время обеда. Или наоборот, очень рано утром, когда нету наплыва спортсменов. Когда более-менее разгружены спортивные сооружения, тогда нам позволяют и дают возможность тренироваться. Спорт – это очень серьезно. И каждое упражнение, которое выполняешь, контрольное упражнение, оно должно проходить на уровне того упражнения, как ты делаешь это на соревновании. Если ты будешь подходить к этому халатно на тренировке, то, извините, мы не можем говорить о том, что ребенок или любой человек с инвалидностью покажет какой-то результат, который будет соответствовать высшему достижению. Но если обратиться, опять же, к примеру нашего города, то к мониторингу, который проведен, сколько людей сейчас занимается в настоящее время, то данные этого мониторинга менее 1%. Так, простите, как нам добиться таких результатов, чтобы выйти на показатель по уровню 2020 года 20%? Если мы сейчас имеем ряд проблем и вопросов, которые не решаются и не ставятся на рассмотрение, мы живем, боремся, но существуем только на собственном энтузиазме. Сколько еще люди продержатся на этом? Именно поэтому мы просим, обращаемся к людям, представителям бизнеса, чтобы действительно поучаствовали в создании, открытии фонда по развитию и продвижению паралимпийского движения в Омской области. И действительно было проведено какое-то внебюджетное софинансирование, привлечение средств. На те нужды? Да, на те нужды, да, на спортивные нужды. А я напоминаю, что мы говорили о проблемах людей с ограниченными возможностями, о путях их решения. Спасибо за беседу. Спасибо. Спасибо вам. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго.